Добрый день, дорогие коллеги! Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на очередном выпуске кардионовостей. Я напоминаю, как и всегда, вы можете посмотреть кардионовости в оригинале на сайте Европейского общества кардиологов на английском языке, а мы представляем свой адаптированный вариант на русском языке с комментариями. Но в начале новости все равно. У нас осталось одно очень важное мероприятие, очное в городе Москве. И пройдет оно 17 июня, в день медицинского работника. Будет что-то интересненькое. С очень хорошими профессорами, которых все хорошо знают. Это Стремоухов Анатолий Анатольевич, врач общепрактики, и Андрей Леонидович Заплатников, педиатр, не анатолог. Они проведут дискуссию, а модератором выступит Надежда Леонидовна. Так что, если вы в Москве хотите лично пообщаться с лекторами, обязательно приходите. Информация на нашем сайте. Если вы проживаете в другом регионе, будет прямая трансляция. Поэтому также во вкладке онлайн-трансляции вы сможете подключиться к мероприятию. Мне еще хотелось бы сказать, что будут очень интересные мастер-классы, потому что эта конференция является такой завершающей у двух циклов. Один цикл по инструментальной диагностике, как раз с Анатолием Анатольевичем Стремоуховым. И он уже в очном режиме покажет, как пользоваться всеми теми инструментами, о которых он говорит в текущем цикле. И завершающий цикл, завершающее такое общение, но, правда, только для москвичей, с Андреем Леонидовичем Заплатником по циклу по доказательной медицины. Тоже могу, не знаю, похвастаться или поблагодарить вас, но участие в этих циклах просто меня очень приятно удивило. И мне было очень приятно, что врачи, вы не представляете, из всех регионов Российской Федерации, вот буквально из всех, они все принимали участие в этих циклах, они были очень активны, они с удовольствием делали домашние задания, они включились в процесс, они выдавали такие красивые, очень логичные результаты, что во мне просто вот такая гордость за тех людей, которые у нас вот с той стороны экрана. Гордость учителя за учеников. Да, да, гордость учителя, спасибо вам большое. Ну что ж, мы предвкушаем личное общение с вами, дорогие коллеги, а пока что мы переходим к нашим кардионовостям. Ну что ж, Надежда Леонидовна, я предлагаю начать с первой достаточно сложной новости, новости из мира кардиохирургии. Что у нас там новенького? Ну, действительно, мы уже не раз говорили о том, что кардиохирургия становится, в общем-то, ведущей областью в лечении кардиологических заболеваний. И здесь ничего, ну вообще жизнь не стоит на месте, все куда-то развивается. И сегодня, когда речь идет об имплантированных кардиостимуляторах, теперь уже речь пошла о безэлектродных кардиостимуляторах, которые вставляются в камеры сердца, причем они двухкамерные. Один безэлектродный вставляется в правое предсердие, другой в правый желудочек. И вот не нужно вживлять электроды, это очень такой хороший момент. И вот так вот дистанционно как бы они оказывают свое правильное действие. И в течение трех месяцев у 90% пациентов, а исследование было на 300 пациентах, которым установили вот уже такой новый вид безэлектродного кардиостимулятора. Так вот, у 90% пациентов не наблюдалось побочных эффектов и осложнений. Вот. И новое устройство может заменить трансвенозные кардиостимуляторы в большем количестве случаев, чем однокамерные стимуляторы. Вот такая информация. Удивительно на самом деле, как быстро у нас развиваются технологии, очень важно. Надеемся, что они как можно быстрее будут доходить и до нашей страны. Я думаю, что да. И если я сейчас с трудом произносила все эти названия, и для меня как все-таки для представителей терапевтического направления это все тоже достаточно непонятно, то я думаю, что нашим кардиохирургам это уже все хорошо известно, и для них это азбучные истины. Ну что ж, перейдем к нашей следующей новости. Она касается больных с сердечной недостаточностью. Вот, Надежда Леонидовна, ваше мнение. Следует ли пациенту с сердечной недостаточностью проводить сразу же исследование на заболевания коронарной артерии? Конечно. Вот знаете, просто элементарно. Конечно. Ну потому что сердечная недостаточность на самом деле это не диагноз, это синдром. Это последствия какого-то либо заболевания. Но для того, чтобы выяснить последствия какого заболевания мы, собственно, лечим, или это кардиомиопатия, или это ишемическая или коронарная болезнь сердца, или это аритмогенный, или какой-то генез, или синдром повышенного артериального давления привез уже к сердечной недостаточности. То есть мы, конечно, для того, чтобы лечить пациента с сердечной недостаточностью, конечно, мы должны его обследовать и на наличие коронарного синдрома. Вот. А если его обследовали и выявили, что в коронарных артериях тоже есть изменения, и вовремя назначили статины, то, естественно, что когда вовремя назначили статины, то есть адекватное лечение при коронарной болезни сердца, оно привело к снижению смертности в этой группе на 7%. Результаты по истечению трёх лет. Но следующее наше исследование не менее логичное. Вставал вопрос о том, улучшает ли качество жизни дистанционное мониторирование давления в лёгочных артериях у пациентов. Ответ тоже очевиден. Конечно. Вообще, если мы следим за нашими пациентами, если мы мониторируем их состояние, даже сам факт просто, что пациент находится под контролем, это уже улучшает результаты лечения. А здесь ещё и контролируется тяжёлое состояние в этом исследовании. В нём было 348 пациентов, и им контролировали лёгочную гипертензию, то есть достаточно тяжёлое состояние. И с помощью этого мониторинга, который осуществлялся системой CardioMEMS и последующей индивидуальной корректировкой приёма диуретиков, они значительно улучшили качество жизни по сравнению со стандартной терапией. Количество госпитализации и срочных визитов для получения диуретиков уменьшилось на 44%. Ну, тоже очень хороший результат, и, собственно говоря, да, и Бог, чтобы у нас вот все эти системы мониторирования, и эта ли система другая, чтобы они применялись как можно чаще, и, соответственно, наши люди жили бы как можно дольше. Но вот следующее исследование совершенно не так очевидно, потому что мы с вами уже не раз обсуждали вопрос энергичных упражнений, не энергичных, а вот резких, да, когда человек вдруг резко берёт большой вес, и говорили о том, насколько это может быть опасно даже и для профессиональных спортсменов. А вот наше новое исследование исследовало энергичные упражнения и показало, что? Показало, что у людей с кардиомиопатиями можно допускать нагрузки высокой интенсивности. Но я всё-таки бы всё равно оговорилась, резких нагрузок не надо, пусть это будет нагрузка высокая. То есть они этим исследованием доказали, что не надо запрещать спортсменам, если они уже занимаются вот каким-то видом спорта, заниматься этим видом спорта, что это не ухудшает состояние, даже если у них есть кардиомиопатия. Но это с одной стороны, а с другой стороны всё равно же у этих спортсменов, мы же говорили об аритмиях и так далее. И триггером вот к этим аритмиям может быть удар мяча по грудной клетке, вратаря. То есть какие-то резкие изменения по давлению внутри организма могут быть триггером для начала, в общем-то, фатальных аритмий. Поэтому я бы всё-таки по этому пункту не расслаблялась. А просто физические нагрузки, в общем, вот как показало это исследование. Ну, я так понимаю, нужна долгая разминка какая-то, да, именно вот чтобы был плавный вход вот в эту нагрузку. Да, да. Вот чего-то резкого всё-таки надо избегать. Хотя заниматься спортом, то есть, как выяснила, полторы тысячи пациентов было с кардиомиопатиями, которые принимали участие. Вот, и они выяснили, что, в общем, занятия спортом не ухудшают состояние однозначно. Ну, это интересно, но действительно, с этими результатами нужно аккуратно относиться, не воспринимать это как зелёный свет на вообще, в принципе, любые нагрузки. Нет, всё равно, конечно, с умом нужно подходить. Да, всё равно смерти молодых спортсменов о них читаешь с ужасом. Ну, что делать. Ну, что ж, Европейское общество кардиологов продолжает нас знакомить с достаточно редкими синдромами, но вполне возможно, что они являются редкими, потому что врачебное сообщество с ними мало знакомо и пока что мало диагностирует это. И сегодня мы поговорим о так называемом синдроме разбитого сердца. Называется оно так, потому что этот синдром возникает в ответ на большой эмоциональный стресс, причём, ну как сильно отрицательный, так и сильно положительный. Например, сюрприз-вечеринка какая-то, которая тебя напугала, также может вызвать резкий выброс адреналина и спровоцировать синдром. Между прочим, у этого синдрома есть ещё и другое название. Так. Называется синдром такоцуба. Ну, если вы знаете японский язык, то это переводится как ловушка осьминога. Кажется, моё название более патетично. Нет, просто это разные подходы. Значит, ваше название, Мария, связано с причиной возникновения этого синдрома. А название ловушка осьминога или синдром такоцуба говорит о морфологических изменениях в сердечной мышце, которые происходят во время вот этого синдрома. Что же это такое? Такое красивое, в общем-то, очень эмоциональное название. Хотите ловушка осьминога, хотите разбитое сердце. Кардиомиопатия такоцуба – это вид не ишемической кардиомиопатии. И чисто клинически это выглядит как развитие инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка. А морфологически вот происходит такое расширение, почему-то очень сужается сердечная мышца. Вот как вы видите на этом рисунке, такой мешочек вместо верхушки сердца образуется мешочек с очень тонкими стенками. Естественно, эта стенка плохо сокращается. А сверху, наоборот, утолщаются мышцы, то есть как-то вот они перемещаются. И поэтому, собственно, и назвали ловушкой осьминога, что вот верх – это как бы сама голова осьминога, а вот эти ножки и вот эта слабая часть сердца – это его ножки. Вот ловушка для осьминога. Что еще хотелось об этом синдроме сказать? Что, конечно, по клинике это развитие синдрома острой сердечной недостаточности. То есть, конечно, вот такой вот мешочек, который образовался, не может нормально справляться, перекачивать необходимый объем крови. И в типичных случаях кардиомиопатия токацуба проявляется внезапным развитием боли в груди. Ну, прям вот аналогия полная с инфарктом миокарда. Причем она сочетается с изменением на электрокардиограмме, характерными для переднего инфаркта. И в качестве причины вот всего этого состояния, и вот это самое главное во всем этом, потому что так бы мы это состояние просто, ну, сказали бы, что это вот такой фатально текущий инфаркт миокарда, на котором срочно образовалась аневризма в передней стенке левого желудочка. Вот. Но когда при этом заболевании делают коронарографию, то не находят никаких изменений в коронарных сосудах. Они чистые. И путем различных экспериментов и как бы изучения всей этой проблемы выяснилось, что вот такое изменение сердечной мышцы вызывается резким выблеском от катехоламина, в том числе адреналина, на любое событие, или положительное, или отрицательное. Но опять же, такие изменения произойдут не у всех. Такие изменения произойдут только у тех людей, у кого в стволе мозга иначе настроены структуры на... То есть, вот причиной является, скажем, не знаю, как возьмем, аллергическая реакция головного мозга на выброс адреналина. И вот именно вот эти команды головного мозга приводят к такому изменению сердечной мышцы. Самое интересное, что при снятии нагрузки и при пережитии вот этого момента, острой сердечной недостаточности, все эти изменения потом возвращаются к норме приблизительно в течение двух месяцев. Но этот период надо пережить. А вот сколько раз за жизнь может такое случиться с человеком, потому что стрессы у нас, в принципе, постоянные? Ну, по статистике, чаще всего это происходит один раз в жизни. Но описано несколько случаев, когда это происходило до трёх раз. Да, нелегко. В общем, этим людям... Но это всё, опять же, генетически обусловлено изменениями в головном мозге, которые вот так вот... Вообще, конечно, изучение организма человека – это безумно интересно. Как вот у нас всё устроено, нам ещё всем учиться, учиться и учиться. То есть природа оказалась гораздо умнее всех людей. Ну, кстати, синдром Токацуба часто сопровождается неврологическими и психиатрическими нарушениями. Возможно, это тоже связано с... Да, безусловно, это точно. Ну и пару слов о том, чем лечим. Вот. Я уже говорила о том, что у многих пациентов функции левого желудочка восстанавливается самостоятельно в течение двух месяцев. Точно не помогают бета-блокаторы. Это выяснили. Вы можете видеть это на диаграмме, которая перед вами. Вот. А вот ингибиторы АПФ помогают в долгосрочном периоде. Их не стоит прекращать принимать, даже если фракция выброса нормализовалась. То есть вот как-то ингибиторы тут оказались по месту. Ну и ещё отдельным пунктом скажу, что вот в периоды именно острой сердечной недостаточности можно, все уже теперь знают, что такое СМО, да, дополнительное насыщение крови кислородом, тоже применять и эту методику для того, чтобы вот этот приступ сам, его как бы передержать, да, вот прекратить. А дальше уже всё восстановится само. Вот такое, казалось бы, редкое, но тем не менее, я думаю, что 5% от всех острых инфарктов миокарда – это вот синдром токацуба. Ну, не так мало на самом деле, да, 5%. Такая вот ловушка для осьминога. Да. Ну что ж, коллеги, я предлагаю закончить наш выпуск небольшой новостью, таким развенчанием мифа. Часто можно услышать, что особенно взрослые люди не хотят принимать статины и такие, ну, возможно, мы просто изменим диету, например, будем есть побольше красного риса, и у нас, значит, всё наладится само. Так вот, оказалось, что, собственно, красный рис почему снижает холестерин? Потому что у него внутри находится формула, схожая с теми же самыми статинами. Только распределяется это неравномерно, как во всей природе, и именно поэтому результат постоянного поедания красного риса абсолютно непредсказуем. И избежать побочных эффектов, таких, которые появляются при применении статинов в таблетках, всё равно не получится. Поэтому, коллеги, не пытайтесь избежать неизбежного. К сожалению, красный рис нам не поможет. Я подумала о том, что красный рис – это ещё меньше эзол. В России обычно пытаются снизить холестерин приёмом чеснока. И головка на ночь – это не только колоссальное раздражающее влияние на желудочно-кишечный тракт данного пациента, но и источник негативных эмоций у его коллег. Потому что на утро... И партнёры, которые спят рядом, думают, боже, лучше уж таблетки. Так что будьте здоровы, и чтобы у вас всё было хорошо. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова